Друзья, товарищи, из магазина вернулись. Из какого магазина кином? Мы ничего не знаем. Двойку получаете, это значит, вы совершенно не в курсе. Это моя новая прическа. В какой магазин ходили, что покупали, зачем вообще мы на такое пошли. На самом деле, обновляю. В этом году я обновила, ну, перепутала, я в этом году избавляюсь. Перепутала с прошлым годом и решила обновить садовую мебель. То есть, только подушки. Знаете, там у нас мебель стояла в свадебной площадке, или как называли, свадебная беседка? Не помню, но что-то со свадьбой связанное. Там у нас садовый комплект был. Это спустили на первый этаж. Ну, свадьба обычно на втором этаже случается. Это на первый этаж. И девочки, дочки, то есть, покрасили еще раз в белый цвет. Первый раз. Ты покрасил первый раз. Обновили. И сейчас хочу новые подушки туда положить. Потом дальше расскажу. Плитки куда положили. А, Рам. О, в отворе. Там еще у нас столик плитку разбили, дети. Хотя, может быть, и к лучшему. Это было к счастью. Новые плитки купили. Светлого цвета. Но не знаю, точно подойдут. Или просто подойдут. Вместе узнаем. Эти обновим. А сегодня уже наволочки купила для других подушек. Потому что на спинку идет. И потом мы будем постоянно обновлять и избавляться. Сейчас сначала эти положим. Еще к вечеру у нас пицца намечается. Так что вечер будет очень таким вкусным, жарким, обновленным. И легкий. Взяла, купила такой, честно говоря, между нами, чтобы никто не услышал, не узнал. Хотела яркие такие, не пачкающиеся цвета выбрать. И, как видите, выбрала. Сейчас сначала подушки поменяем. Подушки такие у меня уже есть. Наволочки сегодня измерила и купила. Не знаю, цвет подойдет, не подойдет. Почему так ветрено? Кто с Нагиной? Мы совершенно не знаем. Когда я что-то в печке делаю. Не люблю, когда ветрено. Знаете, меня ветер очень сильно дует. Хотя лето так прохладно стало. Кто-то сглазил наше лето. Сюда положу. Пока. Эти подушки у нас, можно сказать, антикварные, старинные. И, а, эти не для этих ведь совсем. А, мы уже один раз поменяли эти, ну, совсем плохие стали. Коричневые были. Собаки съели все оранжево-коричневые такие. Наши собаки очень любили эти подушки. Вспомнила история про подушек. Не хотите? Однажды проснулись. Одна из собак совершенно запотрошилась подушкой. Прямо море, не знаю, такой материал, то, что в подушке. Anyway, у всех, если были, у кого была собака, они знают, я про что. Так, точный размер арам, очень довольна. И главное, самое главное, можно удалить вот этот материал. И как потрошили, вы не представляете. Можно удалить, помыть. Это я потом прикреплю. И потом, Дусин скажу, ярлыки удалит. А, правильно, я купила. Или эти маленькие немножко, или мне кажется. Немножко мало. Совсем немножко, совсем чуточку маловато. Но у нас сидельная часть хорошо помостится на этом. Сейчас, эти удалю. То есть, арам, сначала примерим, потом удалим. Может, не подходит. Хотя у них стандартная всегда. Как оказалось, совсем не маловато. Дело в том, что еще нужна одна такая подушка, которая, как бы, если положить правильно, да, очень даже правильный размер. Anyway, мы уже знаем, Эгине, двигайтесь дальше. У нас будут эти, не этого цвета, конечно. Хочу, чтобы этот узор был виден. И к тому же, эта часть хватит, чтобы была мягкой. Окей, идем за плитками. Зато плитки как хорошо подходят к подушкам, смотрите. Или мне кажется. Не могло не подойти, потому что здесь у них все по стандартам. А, арам, плитки можешь принести. По-моему, мне будет очень красиво нравиться. Мне будет красиво нравиться. Эгина, можно по-русски? Этот хочет играть, с папой играют. Намекает, пришел и намекает, смеется. Это такая смертная? Почему неровно сидит или мне кажется? Или комплект тоже пострадал? Ну, что-то не то. Такие никто не видит. Если она не видит, то есть. Да, я знаю. Слышь. А ты готов? Пошли, скажи. Слышь, Таас? То же самое. Ничего особенного нет. Да, простынь, Таас. Но почему-то чуточку кривость. Можно, наверное, арам, может быть, чем-нибудь прикрепить. Но здесь прикрепить, здесь... Оф! Никто не заметит, никто не увидит, если, конечно, вы никому не передадите, что наши плитки немножко шевелятся. Очень хорошо подходит. Парагайкят! Такой светлый стайл. Сразу. Купила где-то такого цвета, не знаю, как и называется. В общем, уже неважно. Скоро получим и посмотрим, что получили. А вот эти, чтобы не двигались, можно такие пластиковые что-то есть. Можно, наверное, просто поставить, чтобы мягко двигались. Окей. Всё, арам, иду. Что делать? Дети должны что-то делать. Помочь всё перевести сюда. Сыр протереть. И тому подобное. А что с этими подушками? В сарай положу. Там котята любят немножко играть, лежать. Там им почему-то очень нравится в сарае. Будет у них такие сарайные подушки будут. Кишель, ари! Ари, ари, сири! О, смотрите, она тоже такая умная. Но не любит, когда её любите. Всё. Главное, на своё имя хорошо отзывается. Это уже штопа. Из моего огорода базилик песто уже готовила. Эгине песто. Легко, просто и очень вкусно. Как оказалось, наши дети большие фанаты песто. Песто кушают и с мясом. И что готовила песто? Ну что песто положили, я даже удивилась. Сказали, как это вкусно. На что-то неординарное. Ну, это не кушают с песто. Окей. Думаю, хватит нянчиться. На самом деле, этим инструментом не очень удобно делать. Сейчас просто я уже сделала и продолжила. Лучше в блендере. Самый лучший вариант. Но, знаете что? Сейчас мы не нянчимся. Мы по-быстрому готовим пиццу. Здесь у нас голодный народ ждет. Так, знаете, в инстаграме был фурор. Тесто сделали. Честно скажу, нечаянно. Сыну сказала, добавь столько ржаной, столько пшеничной. Меня даже дома не было. Сделай тесто. Пошла, вернулась. Рассказывала, когда показывала даже. Но, когда показывала, еще в инстаграм не выставила. Лепешки сделала и одно и то же. Тесто в буханке испекла. Все думают, что это Игина сделала. Какое-то тесто, как это готовится. Решила, в общем, жену. Ох, сыну. Сказала. Я вам говорю, только что пошла в гараж за этим. И стою. Сыну говорю, Арнольден, ты знаешь, почему я в гараже стою? Говорит, нет, мам, хочешь, догадаюсь. И так и не догадался. Энвей, за этим пошла. Ах, сказала Арнольден. Еще раз, повтори это тесто. Может быть, если завтра успею, подробно покажу, как готовила эти хлебушки. Нечаянно, но очень хороший такой хлеб получился. Прямо изумительный получился. Всегда так. Что-то беру с этим, замешиваю. И сама потом со стороны смотрю. Говорю, почему это так хорошо получилось? Или почему совсем наоборот должно было получиться? Как рецепт невкусного торта. Сколько людей Аэром хотят этот невкусный торт? А я, времени у меня нету. Я, ох, мне не хватает 24 часа. Кому хватает? В комментариях добавьте. Будем завидовать. Энвей, времени нету, чтобы разработать слои, чтобы смогли свободно достать из формы. Разбиваются. Хотела очень такие разрыхлительные и достигла своей цели. Такие разрыхлительные, хрупкие, хрустящие, что невозможно достать. Сейчас с хлебами что-то сделаю. Хорошо, но забываю, что туда добавила. Или какую именно муку. Эти все равно, правда? Нет, это не так. Нет, ничего. Нет, ничего. Нет, ничего. Мне нужно самолину купить. Энвей, если бы у меня было времени, я бы столько всего могла натворить в этой жизни. Но творю столько, сколько хватает времени. Ведь вспомнила, зачем пошла. Энвей, это... Сейчас уже детям начал нравиться пицца без этого соуса. И, наверное, это будет последняя банка, которую я использую для пиццы. Соус на пиццу буду готовить сама. Хватит уже с меня, а хватит уже. Или хватит меня уже. В общем, хватит. Если готовим пиццу, такую изумительную. Почему? Берем такую банку. Да, если на скорую руку времени не хватает, а у меня его не хватает, большое количество сделаю, заморожу. Если не хватает, можно. Но если можно, самой приготовить прекрасный, такой богатый, насыщенный, без этих комочек соус. Потому что я эти комочки, то, что в соусе, выкидываю, чтобы они не жаловались. Энвей, это про соус. Энвей, вы сегодня постоянно жалуетесь на что-то. На нехватку времени я жалуюсь. Очень жаль, что так мало времени нам дано. Это очень нечестно. У меня еще кулинарная книжка, статья незаконченная, наполовину начатая. Потому что думаю, кто читает кулинарные книги, рецепты. Лично я, честно скажу, фартук не одеваю. А мы заказали фартуки с моими этими самыми. Людям очень понравилось. Людей очень многим, конечно, почти половину подарила. Подписчикам, знакомым, друзьям. В гости с собой брала. Энвей. Но про книгу. Это берет столько времени. Огромное количество. И если делаешь книгу, не делаешь брошюр или не знаю что. И бук не хочу. Электронную книгу. Я против создать кулинарную книгу. Это целая история с нашими фотографиями. История каждого рецепта. И это очень много работы. И после этого я уверена, что сейчас никто. Но в наше время очень мало людей покупают кулинарные книги. Убедите меня на обратном. Может быть, еще несколько страниц напишу. Энвей. Эгене. Хватит. Идите делать пиццу. Дети голодные. А вы тут вам диза рассказываете. Диза рассказывает. Да, конечно. Наши соседские мальчики родились счастливой звездой. Что и хорошо. На пиццу могут прийти. Я говорю, конечно, могут. Я сегодня не делала мои упражнения. Йогу не делала. Дыхательные не делала. Не медитировала. Не медитировала. Ничего не делала я сегодня. Может, поэтому так жалуюсь. Ведь после упражнений такая счастливая становлюсь. О, у меня ученик появился. Вчера муж торжественно сказал, что будет со мной заниматься йогой. Поэтому сегодня я не занималась йогой. Он, наверное, склазил меня. Но, правильно, он так на меня посмотрел. Подумала, почему он так смотрит. Дыхательные не делала вместе с ним. Окей, дыхательные не делала. Йогу не делала, поэтому жалуюсь. С завтрашнего дня. Но сказал, все, устал от ходьбы. Не иду шагать. Мне это надоело. Протестую, бунтую. Голодовку делаю. Но голодовку не делает как раз. Совсем наоборот. Что наоборот голодовки? Это делает. То есть, от живота устал, но шагать не буду. Буду с тобой йогу делать. А я уже несколько, можно сказать, больше недели делаю йогу. Себя хорошо чувствую. Немножко приболела. И с помощью моей йоги и дыхательных упражнений полностью без... Знаете, я лекарства не пью и тому подобное. Даже витамины не брала. Этими упражнениями, массажами я себя вылечила. Теперь он хочет присоединиться в моей группе, я и он. Вчера сказал, все, присоединяюсь, просыпаемся, кофе пьем и делаю с тобой йога. Сегодня проснулись. Говорю, ну что, принести этот коврик. Говорит, почему? Говорю, йогу сказал, будем вместе делать. Говорит, нет, я имел в виду упражнения дыхательные. А я ведь хорошо помню, что он сказал. Сказал, нет, я имел в виду дыхательные. Потом днем уже йогу будем делать. Одну мы весь день по делам. Съемки, магазин, разные. Ну, дела разные. Только что вернулись полчаса назад. Детей кормить надо, пока всех покормлю. На ночь еще хашламу. Уже попросила пойти в магазин. Целый час выбирал ягненка. Называется, он пошел в магазин. Я выбираю pictures, pictures, video. Сейчас у него upgraded version. Он мне не только фото посылает, он видео мне посылает. Очень подробно. Так. Зная меня, это он так делает. Anyway, пошел. Хочу еще на ночь, глядя, хашламов убрать в печку. Что хочу сказать. После этого вы бы на моем месте смогли бы йогу сделать? Я как крохну на кровать, сразу меня уже нету. До свидания, Гене. Спокойной ночи. Так что сегодня йога отменяется. На счастье кому-то. Улыбается себе. Но без зубов. Окей, все рассказала, дети все отнесли, а воду забыли. Воду берем, пицца-каттер, и, кажется, все. Папочки Бека и длинные спортивные штаны. Сколько всего у нас совсем главное забыли. Этот папанат вместо оливок. Если ленитесь, не хотите оливки на кусочки, папанат уже оливки. И этот спайс, там все есть. Знаете, да? Гене, не рассказывайте, мы уже знаем. Это для коломона. Ну, думаю, это из коломонов сделали. Это оливки коломота. Я очень люблю это слово. Коломон. Окей, грибы будут. Это в конце уже для себя и для мужа сделаю. Хотя муж совершенно не жалуется. И с папероной любит, и без красного соуса любит, и с красным соусом любит. Он любит. Он любит фуд. Сколько времени? Кстати, мне на интервальном, если вы не знали. Но сегодня мужем до девять дней, потому что кушали в час сегодня. Сегодня в час кушали. В десять мужем. В десять мужем. Видите, какие мы сильные. Команда. Из моего йога-класса. Из холодильника все, что нашла из сыров, послала мужа в магазин позавчера. Думали, позавчера тоже сделаем пиццу. Не получилось. Сказала, купи несколько видов сыров. Но три дня назад его послала. Купила где-то пять видов сыров. Осталось только два вида. Хочу сделать cuatro помаджо пиццу. Четыре сыра. Называется пицца с четырьмя сырами. У нас в пицце что осталось с сырами? Это для этого. Пармеджано всегда есть. Моцарелла, пармеджано. А это очень вкусный сыр. Немножко засох, потому что без покрытия дети в магазин поставили. В холодильник поставили. Название интересное. Сэнт Эндрю. Святой Андрей. Сэр. Если слышали про такого сыра, расскажите. Дочка что-то принесла. Все готово. Двигаемся к нашим целям. Это здесь пока посадим. Это сюда, это сюда. Это аром ты делаешь. У нас разделили наши обязанности. Я делаю. Он крутит, потом достает, добавляет ингредиенты. И двигаемся дальше. Один мальчик. Кайм, Майкл. Адам пришел, Майкл нету. Все, начинаем процесс. Наверное, после четвертой пиццы пойду что-то очень теплое одену. У нас сегодня был дождь, кстати, утром. Очень странный дождь был у нас. И холодно, холодно было. Кофе горячий в теплом халате. Иногда, скажу, не поверите. К вечеру такая уставшая бываю. Прямо сижу и мечтаю. Уже утро сижу в теплом халате, пью горячий кофе. И не терпится, когда пойду уже спать, чтобы утром проснуть и в теплом халате выпить горячий кофе. Хоть сегодня один из таких дней. Первый всегда сыр делаю, потому что Бек только сыр кушает. Дети партии делают. Наши первые гости на новом комплекте. Гости на новом комплекте. У меня все комплект. Хорошо двигаемся. Тихо, мирно. Дети наслаждаются. Музыку слушают. Про пиццу разговаривают. Где вкусное, где невкусное. В конечном итоге для всех это самое вкусное. Такое никто еще не делал. Слушаю, так радуюсь. Делаю то, что любит старший сын. Хотя он уже начал то, что решил, что больше это не его фейворит, не его любимый. Должна, знаешь, всегда иметь под рукой свежую моцареллу. Тогда свежую моцареллу с такой моцареллой на этой пицце. Куатро фромаджо, скажем. Добавляйте. Такой хороший комбинацион получается. Сейчас святой андрейский сыр. Люди иногда такие названия дадут. Но такие названия, как в японском суши-ресторане, думаю, никто и не додумался бы. Это я фромаджиану брала. Это наш любимый пасканский. Очень вкусный и крепкий. Здесь у меня гость один пришел. Ишханчик. Сегодня у нас была операция «Спасаю кошку». Если по инстаграму увидели, увидели. Если не увидели, можешь клип поставить или нет? Если не может, ссылка на инстаграм поставит точно. Посмотрите, действительно, этот мальчик не мог спускаться с дерева. С большими трудностями даже поцарапалась. Целой жизни спасали кошку. Я не могу снять. Я пищу. Я пищу. Я пищу. Я пищу. Я пищу. Я пищу. В этом нет. Если вы поступите, я пищу. Я пищу. Но ты не хочешь спускаться. Это не пищу. В этот раз хочу немножко песто в духовку послать. Но обычно песто свежее добавляю. По-моему, так лучше. Они уже думают, что-то должно. Я им что-то должна. Но для них барашек будет завтра. Немножко посыпала тут специи с чили, мили, елень и все, что вы представляете. Сколько времени? Я после 10 не буду кушать сегодня. Сколько у нас времени? Почти 2 часа. 1 час в половину и утанский сыр. Крутьяром, крутьяром. Все, все наелись. Пришли, забрали все пиццы домой. Это последняя. Сейчас делаю традиционную материнскую пиццу. Я люблю с маленьким количеством сыра, с большим количеством грибов. Немножко лук пойдет туда, перчик острый, галапеньо. Что еще люблю? Наверное, этот песто сверху потом уже. И топонет тоже сверху, но потом уже. Не сейчас. Оливки тоже люблю. Фух, как хорошо. И еще 10 нету. Это самое лучшее. Немножко сыр. Адам, ты со мной будешь? На одну половину хочешь? Лук не поставлю. Будешь со мной? О, удивилась бы. Зачем вообще спросила? Его хорошо кормили сегодня. Сам кормился. Уже взрослый мальчик. У тебя и без перчика. Взрослый мальчик, но не может острое. А там, раньше ты любил острое. Помню, манты готовила. Я перчик не люблю. О, зеленый перчик не любишь. Век живи, век учись. Четверть века с ним прожила, так и не усвоила, что он зеленый перец не любит. Но однажды поехали в Лас-Вегас. Не помню. А мы тогда снимали. Помнишь, перец впервые в жизни сел в каком-то... Какой ресторан был? Испанский? Индийский? Ну, ну, ну. Нет. Не индийско-испанский. Испанский именно. Все порции были такие малюсенькие. Испанский, по-моему. Очень испанский ресторан был. Он там впервые сказал, давай, все, что приносили, не нравилось, не нравилось, не нравилось, ему особенно. Принесли красный перец, такой маленький, с чем-то. Сказала, давай перец тоже попробуй, не понравится, уже знаем, не нравится все равно. Попробовал. Так ему этот перец понравился. Все потом, но потом уже попробовал, говорит, нет, не хочу. Но первая любовь с перцем была в этом ресторане испанском. Иди сюда, что еще хотела туда положить? А, это в конце уже самом. И пошла. Почему это сегодня плохо заходит, выходит? Интересно. Наверное, узкую должна купить. Или я давно не занималась этим делом. Всего лишь несколько дней я не занималась пиццей. Крути, льчи, крути. Идет оливковое масло, как всегда. Пармезиано. Пармезиано на итальянском акценте, должна сказать. Но я очень захотелась по-французскому. Пармезиано. Что еще сказала? Гена, у вас память совсем пропадает. Ничего, как пропадает, так и обратно вернется. Как это было? Как это было? Пицца. Пармезиано. Пармезиано. Это окей. Совсем не знают, что творится в нашем доме. Я пришел за пиццей, а дочка все уже понесла домой. Ну, уже дошел, да? Мог бы взять кусок, потом уйти. Ну. Ам, ты не против, да? Этого топа надо? Очень тонкую сделала эту пиццу. Я люблю очень тонкую, очень нежную, малосырную. Не люблю, когда сыр капает. Ох. Но это очень модно. Черный перец. Такой некрасивый на вид. И смотрите. Вид может быть обманчивым. Сейчас. Где лук? Вот, ну, и так. А, знаешь, это можно как съесть. Взять вот так. Завернуть. Вот так, как лаваш, ламаджун. И только съесть. И никто ничего не может сказать. Уже свели. Угощайтесь. Решили, не будем делать сегодня хашламу. Я не решила. Муж сказал. Никакую хашламу. Пойду йогу сделаю. И усну хорошо. Завтра проснусь. Уже решим. Послезавтра все равно помадью делаем. Пошла на завтра. Послезавтра сделаем. Заодно. Вот тебе стул сейчас угощу. Ты тоже садись. Ах, это самая любимая часть. Все накормленные, все довольные. Уже почти некоторые из детей пошли спать. И вдруг сижу, греюсь у печки. А зачем на углях не поставил кофе? Постеснялся. Постеснялся. Он не любит ждать. Видите ли. Поскольку-постольку ничего не готовим. Все-таки подумала. Давай возьму 4 картошки. Мы уйдем. Картошки останутся в печке. А я ленюсь себе чай поставить. Сижу, смотрю на эту воду. И представляю. Это чай. Сейчас возьму. Налью себе чайку. У печки, если сидите. Даже холодная вода может казаться очень таким теплым. А не хочу, пока пойду, поставлю. Только не говорите, генедитам скажите, пусть чай поставят. Нет. Я люблю свой чай сама. Они не знают как. Я разные травы так смешиваю, смешиваю. Мое варенье. Сегодня съела бы варенье из черешни. Белый. Всегда беру разные варенья. Несколько. Комбинашн делаю. И наслаждаюсь. Никто не видит, что на ночь сижу и варенье ем. Какой чай хороший. Водяной. Оф. Немножко посидим. Хорошенько погреемся. Приставим. Йогу делаем. Дышим. Не дышим. Но перед сном. Перед сном. Такое короткое дыхательное упражнение. Короткое дыхательное упражнение делаю. Но не достигаю до конца. Полупражнение меня нету. То чувствую, что муж уже тоже собирается спать. И не видит, что у меня там телефон. Или видишь. Всегда почему-то ему говорю. Телефон убери, пожалуйста. Видишь, что у меня там телефон. Это у меня глаза закрыты. Я не вижу. Но даже не успеваю упражнение закончить. Отключаюсь. Последние несколько дней очень рано просыпаемся. Вчера в шесть. Чем-то проснуло. Сегодня почти в семь. А ведь поздно спим. Anyway. Наверное, это неинтересно. Но главный день был такой хороший, плодотворный, живый, здоровый. Кошку спасли. Дети счастливые, сытые. Что еще нужно для полного счастья? Чтобы кошки были спасены. Дети сыты. Муж кофе пил, когда захотел. А полное счастье еще, если чай был. Ну и пусть. Сегодня будет минус один. До полного счастья. Субтитры создавал DimaTorzok